Снова закон о референдуме и снова жаркие споры. Несмотря на то, что документ сегодня рассматривается комитетом в третьем чтении и по регламенту уже должен быть принят без обсуждений, обойтись без дискуссии не удалось и на этот раз. На недочеты в документе попытался указать противник законопроекта и по совместительству его инициатор Алмабед Шакмаматов. Законодателя заинтересовал пункт о том, что на референдум не может выноситься вопрос, связанный с избранием, назначением и освобождением должностных лиц, представленных в исполнительных органах государственной власти. Если мы примем этот закон, он ведь поглощает старый закон. У нас вносятся изменения в Конституцию, что депутат после того, как будет снят с должности премьер-министра, может вернуться и стать депутатом. Как быть с этим пунктом? Однако члены экспертной группы опасения депутата не разделяют. По мнению специалистов, пункт этот и проект Конституции конфликтовать не будут. В основном законе этот раздел регулирует лишь процедуры отстранения, а об избрании там нет и речи. Если мы буквально считаемся, то на референдум не могут выноситься вопросы, связанные с избранием, назначением и освобождением должностных лиц, представительных и исполнительных органов государственной власти. Совершенно верно. А какое имеет отношение вот этот пункт к проекту, выносимому на референдум? Там же не ставится вопрос избрать такого-то человека в исполнительные или представительные органы государственной власти. Там говорится о порядке избрания и порядке назначения. А, вот оно что. Значит, там говорится о порядке, да? Совершенно верно. Там устанавливается правовая норма. А здесь речь идет о конкретном уже процедуре избрания конкретных лиц. Свои замечания решили высказать и другие противники изменений в основной закон. Бербовец Махтбек Абдулдаев обеспокоился, не станут ли граждане или депутаты словопотреблять возможностью вынесения на плебисцит вопросов благодаря возможности инициировать референдум десятью тысячами голосов. Депутат предложил прописать в списке вопросов, запрещенных для вынесения на всеобщее голосование, пункты, касающиеся местного самоуправления. Мне кажется, это стоило отметить отдельно. Получается, что на референдум можно выносить все остальные вопросы, кроме тех, что значатся в списке запрещенных. В таком случае могут ли десять тысяч граждан или депутат инициировать, к примеру, вопрос о том, чтобы снять с должности мэра города? Председатель комитета напомнила коллегам, что по регламенту все эти замечания и предложения нужно было высказывать раньше. Документ уже находится на стадии утверждения. И вноситься могут только незначительные редакционные изменения. Вообще, прения по закону о референдуме больше напоминают поиски причин, по которым этот документ можно отложить на более поздний срок. И самое главное, очень странно говорят депутаты, что сорвать принятие закона пытаются сами же инициаторы. Алмамбет Насырканович, вы инициатор или просто подписывали этот документ? Так почему вы спрашиваете у представителя президента? Противоречия могут возникнуть, если ставить на голосование каждый вопрос. Если ставить Конституцию в целом, противоречий не возникает. Народ будет просто отвечать «да» или «нет». По итогам заседания народные избранники поддержали документ в третьем чтении. Уже завтра закон о референдуме будет вынесен на обсуждение палаты. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС.